Всем привет, YouTube! Вы находитесь на канале про умные гаджеты, меня зовут Миша, и в этом обзоре у нас с вами инструкция, туториал, как сделать на обычном андроиде чистом тот пресловутый Google поиск ATV, Google Cutness его еще называют, потому что не всем нравится оболочка Android TV и интерфейс Android TV, но вот этот поиск ATV нравится практически всем, поэтому как его сделать на приставке с чистым андроидом, а у нас на примере будет X96 Max Plus, а также X3 Cube. Они все на девятом андроиде, и я думаю, что для большинства приставок на девятом андроиде эта инструкция подойдет. Все, что вам нужно, это приставка с root правами, а также ваша гипервнимательность, потому что то, что мы будем делать, если вы что-то не то удалите или не то сделаете не так, как я сказал, то вы можете удалить какой-то важный файл, и просто скинуть на заводские настройки уже нельзя будет, нужно будет только перепрошивать заново приставку. Вот, поэтому ваша внимательность, root права и 5-10 минут вашего времени, и будет у вас вот такое, давайте я же покажу, забыл, у меня уже есть приставка, где я это сделал, как это работает. Например, я хочу посмотреть, или нет, давайте с элементарных запросов то, что умеет Google Ассистент обычный. Например, погода за окном. Киев, минус 6 градусов. Холодно у нас. Вот, это умеет Google поиск и обычный, но вы видели уже, что он АТВшный. Вот, а теперь я хочу, например, посмотреть фильм. Нужно просто нажать кнопку и сказать этот фильм. Игры разума. Вот информация по запросу игры разума от всемирной известности до греховных глубин. Вот, и он читает даже этот Google Ассистент некоторую информацию. И смотрите, доступно в приложении нам, доступно в приложении GetSee, эти приложения уже у меня установлены. И также кнопочка больше деталей. Смотрите, у нас тут в ролях похожие запросы. YouTube, нам, этот фильм, GetSee, HD Video Box. В общем, везде, где этот контент есть, он, соответственно, и ищет. Это очень удобная штука. Советую ее вам ставить, если вы пользуетесь чистым Android и не хотите переходить на Android TV. Ну что ж, погнали. Приставка у нас X96 Max Plus 2.16 версия, пульт G10S. Если у вас не получится сделать это стандартным пультом, я даже не знаю, можно им делать или нет, то подключите мышку и все у вас получится. Итак, что мы имеем? Мы имеем чистый X96 Max Plus с вот этой кнопкой, которая не удалось открыть. Пишет снизу, если нажимаете, то есть не рабочая. Она, по-моему, не будет работать, даже когда мы Katniss поставим, то есть голосовой поиск ATV. Так, у нас здесь на этой приставке, конечно же, есть root. И давайте, дабы проверить, что у нас сейчас не стоит тут голосовой поиск ATV Katniss, и мы сейчас нажмем и пообщаемся с ассистентом. Привет, дурная голова! Чем ты можешь помочь? Я помогаю находить нужную информацию, развлекаться и не забывать о делах. В общем, если, короче говоря, то ничем она не может помочь. Там, типа, напомнить, постирать белье, еще что-то может, заметку какую-то создать. Но это не то, что нужно делать на приставке. Поэтому мы с вами, у меня уже подключена флешка, и поэтому мы заходим в файл-браузер, а вы знаете, даже зайду не через этот файл-браузер, а через файлы. Начнем с этого. Будут два файлика, которые у меня на флешке, которые я добавлю уже, конечно же, под видео, или в нашем телеграме, или ссылку добавлю, в общем, найдете. Вот, мы заходим в эту папочку Katniss, которая мне нужна, и у меня есть две АПКшки. Первая АПКшка – это у нас Explorer, файл-менеджер, через который мы и сможем с помощью рута сделать то, что нам нужно. Поэтому мы его устанавливаем, все разрешения даем. Эта прога нам очень нужна. Отлично установлена. Мы сразу же можем открыть эту папку, разрешаем ей все, что этой программе, все, что нужно. Итак, не знаю, какой у вас Explorer. Если вы этот же поставили, то делайте то, что я. Если нет, то вам нужно дать настройки. Вот здесь суперпользователь должен работать на устройствах с root. Нам нужен режим админа, позволяющий изменяющей папки только для чтения. То есть нам нужны полные разрешения root. Еще раз вам скажу, будьте очень внимательны и удаляйте только то, в чем уверен, то, что я буду показывать. Потому что можно довести приставку до чего-то, что придется ее перез... прошивку менять, в общем. Короче говоря, мы заходим аккуратненько в папочку root. Дальше мы ищем папочку system. system, система, заходим в эту папку. Вот она открылась у нас. И нам нужна папочка не app, application, вот здесь, а нам нужна privapp, вот это prvi-app. Мы заходим сюда, опять же-таки очень аккуратно, и ищем здесь папку вельвет. Где же наш вельвет? Буква V по алфавиту. Вот она, вот. Вот эта папочка вельвет. Мы ее выделяем и мы ее сносим бесповоротно с устройства. Удаляем. После этого нужно перезагрузить приставку, поэтому я ее выключаю и запускаю заново. Итак, наша первая перезагрузка. Мы, опять же-таки, заходим в файлы и ищем ту же папку, которую мы открывали в слэшке у меня. Вот она, Katniss. Теперь нам нужно установить Google Katniss. Вот эта версия у меня 3.10. Я не знаю по поводу других версий. Я ставил эту, ставил еще какую-то новую 3.56 и совсем работало оно не так, как должно. Поэтому точно говорю, что вот эта версия у меня проверена. Устанавливаем ее. Точно так же даем разрешение. Все нам нужно поставить это приложение и после этого, опять же-таки, уйти в reboot. Приложение установлено. Я нажимаю кнопку выключения и опять-таки перезагружаю приставку. Итак, наш опять перезагрузочка. Вот тут я смотрю, кнопочки уже поменялись и мы после этого, ничего не делая, вызываем микрофон и пытаемся запустить Google Katniss. Вот сейчас я нажал микрофон и даем ему разрешение записывать аудио и доступ к контактам. Пусть так и будет. Вот. Еще раз мы нажимаем микрофон, ничего не происходит. В приложении снова произошел сбой. Это нормально, не беспокоимся. Все нормально, мы активировали. Но еще один пункт нам нужно сделать. Поэтому мы заходим в этот Explorer, который мы установили. Нам нужно с папки Application, который мы установили, поместить это приложение Katniss, которое мы установили в системное приложение, можно так сказать. И поэтому мы заходим в System, как и откуда мы удаляли первый Katniss. Ищем здесь не App, а PrivApp. А вот он, что-то не заметил. Открываем вот эту папочку и оставляем с правой стороны открытой. Сюда мы будем помещать наше приложение. Да, у нас справа открыта PrivApp папочка. А с левого экрана мы заходим в Root. Дальше нам нужно попасть в папку Data. Заходим в нее. В этой Data нам нужно зайти в приложение, то есть Application App сокращенно. И здесь найти этот Google Katniss. И да, вот у нас в папке App, в папке Data, находится com.google.android.katniss. Мы его держим. И переместить. Сразу же у нас открывается окно, что вот открыто вот справа PrivApp. Переместить его в PrivApp. И вам нужно, если вы нажали копировать, то режим перемещения, чтобы удалить файл с этой папки. После этого вы нажимаете ОК. Итак, задача выполнена. Последний раз перезагрузка. Выключаем приставку и запускаем ее заново. Запускается приставка, и мы нажимаем микрофон. С первого раза, возможно, опять-таки потемнеет экран или что-то случится на одну секунду, но сейчас все настраивает. Вот, поэтому мы нажимаем кнопку и даем какую-то команду. Открой YouTube. Открываю приложение YouTube. Супер, здорово. Теперь у нас работает, как видите, наш голосовой помощник ATV. Для того, чтобы он искал приложениях типа HD Video Box, нужно в них позаходить. Давайте я сейчас их зайду в них. И после этого они будут работать. Также я установил NAMM, установил HD Video Box. Есть также приложение GetSee. И теперь давайте еще раз попробуем уже найти какой-то фильм. Например, Побег из Шаушенко. Вот информация по теме Побег из Шаушенко бухгалтер Эмди Дюфрин. Так, и фильм найден. Смотрите, как классно все работает. У нас с вами есть короткое описание, год. Также у нас есть информация про этот фильм, трейлеры, кто снимался в нем, все-все-все. И теперь смотрите, HD Video Box нашло, NAMM нашло, GetSee везде нашло, в YouTube трейлеры, видосы какие-то нашли, похожие запросы вам. И вы спокойненько себе, вот по кнопочке NAMM можете перейти в этот фильм, открыть торренты и наслаждаться Google помощником. Также в приложении NAMM есть даже голосовые команды. Можно нажимать там Показать фильтр. Также в приложении NAMM есть голосовые команды, например, можно посмотреть историю, которую вы смотрели. Тоже нажимайте микрофон. Показать историю. Показать историю. Обновить все фильтры. Обновить все. В общем, вот таким науглас X3Cube делал то же самое. Единственное, что у меня не получилось установить с первого раза Google Cutness, поэтому я в папке data, data, если пройти через root, нашел приложение, там было Cutness, его удалил, перезагрузил приставку и после этого установилось. Возможно, у вас просто нужно тоже перезагрузить пару раз приставку и ничего удалять не нужно. Но я удалил с папки data Cutness. Вот. Теперь мне осталось только перемести файл. Вот здесь у нас мы открываем root, открываем system и prevapp папочку. Где она? Вот она. Открываем ее здесь. Ищем в папке data app. У нас Google Cutness должен быть наш. Вот он. И зажимаем переместить. Перемещение режим с удалением файла источника. Окей, перемещаем. Все, файл у нас здесь. Так, и теперь давайте еще раз перезагрузим приставку. Так, и приставка у нас запущена. Давайте проверим голосовой ассистент. Я нажимаю микрофон и у нас есть что-то... Слушаешь меня или нет? Первый запуск может работать плохо. Он пока настраивается, но видите, все-таки текст перевел. Восстанавливайте приложение точно так же нам из видеобокса и все, чем пользуетесь. И, например, открой YouTube. Окей, пошло в YouTube. Мы говорим, что YouTube нет. Google Play Market. Ну да, UBS не ставит сюда приложение YouTube. Android TV-шный. Поэтому сами все можете поставить. Ну что ж, вот так вот легко на самом деле. Но нужно внимательно. Еще раз вам повторяю, что будьте внимательны и следуйте строго по инструкции. X3 Cube у меня уже с голосовым ассистентом ATV-шным. X96 Max Plus тоже с ассистентом. Если у вас остались вопросы какие-то, обязательно пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Задавайте мне вопросы. Там уже пообщаемся. Если вам понравилось видео, то тоже напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк. Также подписка, колокольчик. Это не так много действий, но мне будет приятно. Я надеюсь, вам будет полезно. Вот, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok